Что несет в себе? Какую эмоциональную информацию или любую другую? Какое знание несет в себе благая весть о воскресении Христова? Плава сограждается и заплакал. Ну, первое, в ответ, во-первых, он сам уже всегда дрожал и плакал. Особой радости там в аду как-то не наблюдалось. Во-вторых, по преданию, и это предание опять, и это предание опять, как бы непрестанно повторяется в службе. Христос же спускался в ад согласно пасхальной службе, не новому завету, а службе, преданию, согласно церковному преданию. И простил практически всех грешников. Ну, поэтому ад содрогнулся, это тоже метафора. А метафора чего? У вас упразднилась смерть? Я надеюсь, да. По внутреннему чувству она упразднилась. А что значит упразднилась смерть? Ну, раньше была смерть, а теперь брата открыл Христос, он и был всем в вечную жизнь. Хорошо, давайте попробуем. А что такое вечная жизнь? Это не Христос, это скорее Федоров, да, какая-то такая Федоровская идея, которая, кстати, не считается как бы соответствующей догматическим взглядам. Я не знаю, с тобой Федорова. Я имею в виду Федорова, который был библиотекарем Румянцевского музея, легендарным и никем больше, и создал философию общего дела. А философия общего дела – это было призывом русского, даже не философа, а мыслителя самодума, к тому, что человечество должно объединиться в общей задаче, в общем деле. В воскрешении всех умерших, которые когда-либо умирали на Земле, в извлечении их душ из других планет, потом об этом говорил Циолковский, который считал себя ближайшим последователем Федорова. Это огромная, на самом деле, такая огромная ветвь. Что такое вечная жизнь? Как нам ее, допустим, нехристям понять? Давайте вы на секундочку закроете глаза и попробуете… Правда, я разрешаю представить себе, что почувствуете вы, если физической смерти, правда, нет. Я имею в виду, вот, закройте глаза и представьте себе, вы бессмертные. Ну, вы можете выбирать любой образ – в раю, на небесах, вечного жида. Что имела в виду девушка, когда сказала, я буду делать только то, что доставляет мне удовольствие? Ну, вообще, вся психология практически построена на теории гедонизма. Вся психология – behavior, да, то есть человек живет ради того, чтобы достичь удовлетворения. Законченный гештальт – это я завершил, да, какое-то дело и получил удовлетворение или удовольствие. В чем проблема удовольствия с точки зрения христианства? Они просто проходили. Неа, ну и что, последующие… А, не тостала. Как следующие? Ну, ты не знаешь, что хочешь, тостала. Ну, мне, вот, я любил женщину, любил, она мне надоела, я ее, или она меня бросила, или я ее, неважно. Мы мирно разошлись, я пошел ухлестывать за следующей. Мне надоел автомобиль, перестал меня удовлетворять, я купил новую модель, эту продал. Мы, друзья, живем. Так и живем, а почему нет? Вся гордовольствие сменеется в пальце. Начнем, чтобы купить другой автомобиль, она пасть в пальце. Ну, да, надо, 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 а как же? Я же, если я буду находиться в оргазме постоянно, он же мне надоест. Да. Ну, это же невозможно, поэтому я должен расслабиться, потом опять бежать, получать удовольствие, потом опять расслабиться. Так проходит жизнь. Ну, в строгом смысле этого слова я имею в виду, конечно, золотое правило нравственности, в первую очередь. То, что удовольствие как таковое, вообще говоря, связано с потреблением. Удовольствие – это то, чем я могу пользоваться, то, чего я могу употребить. Удовольствие – это в строгом смысле то, что приносит мне удовольствие. Удовольствие – это, вообще говоря, эгоцентрическое чувство. И для меня, на первый взгляд, самая главная его проблема заключается в том, что, если я потребляю некоторое удовольствие, неважно, да, там, я потребляю женщину, я тем самым лишаю главным образом эту женщину настоящей любви, которую она могла бы получить, если бы я не был таким страшным, в общем, соблазнителем. И я… Если я даже покупаю новый автомобиль, да, я вообще коллекционирую автомобили, это значит, что я в чем-то лишаю каких-то других людей денег или автомобилей, которые они могли бы получить. Удовольствие – это то, что я могу получить, именно получить, поиметь, лично для себя, без всяких усилий. Это значит, что я отнимаю эти удовольствия у другого. Ну, так еще, это, кстати, интересное очень размышление, но все-таки, что еще, с чем еще связано ощущение бессмертия? Попробовали себе это представить? Бессмертия. Угу? Ну, очень радостно. Смертия. Ну, нету болезни, нету воздыхания, нету боли. Когда ничего не болит, это просто уже счастье становится. Это замечательно. Ну, вот смотрите, меня-то интересует опять. Это очень славно. И это очень славно. И это апофатика. Я сейчас боюсь наизусть. Это, по-моему, Бадлер, который говорил, что я совершенно точно попаду в ад. И хочу попасть в ад. По той простой причине, что там, как минимум, веселее, чем в районе. Судя по описаниям, там веселее. Я хочу сказать вот какую интересную штуку. Я хочу сказать, что... Вы все время говорите о том, чего у вас нет. А я пытаюсь сказать, что у вас есть-то. Нету болезней. Нету забот. Это она об этом говорит. Она говорит, получать удовольствие. Имеет в виду жить без забот. Нету труда. Почему нет труда? А зачем? Чтобы получать удовольствие. А что в этом... Чего человека раздражает в этом «я хочу получать удовольствие»? Вот я сейчас сидел в кафе, перекусывал. Перекусывал. Напротив меня сидели две дамы. Ну, такие дамы такие. Дамы модно одетые, потрясающие. Из бутылки шампанского. И одна, видимо, жаловалась громко на свою дочку. Она говорила, ей 16 лет. И когда я ее спрашиваю, что ты хочешь в жизни, она отвечает только одно. Я хочу работать так, чтобы мне поменьше работать, чтобы мне платили кучу денег. А я возмущаюсь. Как ты так в 16 лет? Ты мечтаешь только о куче денег. Ну, вот они этими двумя словами перебросились. И дальше о шмотках начали говорить. Ну, я не прислушивался, конечно. Платье, модели, шпильки. Обычный разговор. Это что за желание у девочки в 16 лет иметь кучу денег? Она зачем куча денег? Чтобы ни от кого не зависеть, это тоже важный, очень небольшой разговор. Я-то пытаюсь сказать следующую вещь. Ну, наверное, если ее спросить, она тоже самое ответит. Чтобы получать удовольствие. Чтобы делать, что хочется. Но тебя не парят, но деньги не есть парят. О, вот смотрите. А меня интересует как раз этот самый вопрос. Точнее, два. Два. Два всего. Вопрос первый. А зачем Христос парился? Если у него все это было. Он же парился. И мы обсуждаем. Две Пасхи было, да, изначально в раннем христианстве. Я только сейчас про христианство. Первая была пятничная Пасха. Вторая воскресная. Пятничная. Это день распятия. Воскресная. День воскресенья. Зачем он парился-то? Ну, он не зачем. Мы знаем, что он хотел. Но просто... Чтобы мы не парились. Я думаю, сколько людей... Чтобы мы не парились. О-о-о-о. Вот это вот православный ответ. Да. Точно совершенно. Я хочу сказать вам следующую вещь. А никто не почувствовал, правда? Вот если так... Вот вы закройте глаза еще раз. Я даже не прошу мне на это отвечать. Потому что вам кажется, что этот вопрос идиотический. Но вы представьте себе, что жизнь вечная. И вы поймете сразу, что когда говорит девушка про удовольствие, она имеет в виду в первую голову равнодушие. Если я бессмертна, мне, собственно, плевать на всех остальных. Жизнь начинает течь мимо меня. А вы только вдумайтесь в это. Ну, если вы бессмертны, что еще? Какое еще чувство возникает? И если вы подумаете на эту тему искренне, то вы поймете, что первое, первое, что сразу возникает, это некий такой холодок равнодушия. Даже не превосходство над другими, не равнодушие. Поскольку вас больше не касается вот это все, ни боль, ни болезни, к вам они отношения больше не имеют. Поэтому, вы не обратили внимания, я в прошлый раз попытался объяснить, бессмертное существо не может любить в том смысле, в котором любит смертное существо. Бессмертие порождает равнодушие. Античные боги сходили к земным женщинам, считает некий Александр Геннадьевич, потому что земные женщины, в отличие от женщин небесных, дарили им ощущение любви. Любви! Потому что любишь всякий раз, как последний. А если нет смерти, то нету этого последнего раза. Нету его. Да, Горца волнует, должно волновать. На самом деле, кто ему отрубит голову, или кому он ее отрубит. И, собственно, он этот Горец из фильма, он единственный выродок такой. Все остальные, собственно, равнодушны. Да, понятно. Я не требую, чтобы вы со мной согласились. Я требую, чтобы вы об этом подумали. И второе... Но ведь вот святые, которые... И второе... И второе... Вы знаете бессмертных святых, были знакомы с ними лично... И как они в том мире, они же не могут радоваться. Нет, подождите секундочку. Они разве физически были бессмертны? Но я не говорю, что в том невидимом мире, где они уже бессмертны. Они же не могут нас оставить здесь. То есть это значит, что они нас сопровождают. И реинкарнация в некотором смысле существует. Точнее говоря, она существует в том смысле, который был осужден в лице Оригена. Об этом мы тоже уже успели поговорить, если вы заметите. Я пытаюсь объяснить одну очень простую вещь. Или бессмертие вызывает равнодушие. И что еще оно вызывает? Тут это мелькало. Отсутствие интереса. Отсутствие интереса. Но дело это... Я это скорее включаю в равнодушие. А вообще-то это еще вызывает лень. Что-что? Лень. Лень? Лень. Ну или то, что человек вызывает ленью. Я имею в виду буквально следующее. Богам, давайте про языческих, да, там, богам. Глобально некуда торопиться. На самом деле, некий Александр Геннадьевич торопится там дописать какую-нибудь... Я лучше про себя. Тема страшненькая. Пытается дописать какую-то книжку, прочесть какие-то лекции, поговорить о чем-то по радио. В общем, потому что он смертен. А если он бессмертен, я не уверен, что вы побежите получать удовольствие. Потому что вы даже это успеете. У вас какие останутся удовольствия? Ну какие? Снизойти до какого-нибудь смертного мальчика, чтобы почувствовать его любовь. И потом так грустненько его похоронить из следующего мальчика. Ну а если вы бессмертны, стоит ли? Чего нервы-то тратить? Успеется. Я хочу сказать, что современный человек, когда он утверждает, что он хочет жить одними удовольствиями, он предполагает некоторое собственное бессмертие. Это так раздражает в жизни нашей королевы эстрады меня все время. Вот эта жалкая попытка изобразить себя бессмертной все время, вечно молодой. На самом деле, как вам сказать, так жить, можно только предполагая, что смерти нет. И мы действительно, я много раз об этом говорил, мы же действительно гоним смерть. Предки наши умирали обязательно дома, всегда дома, только дома. В окружении родных, со священником, да. На палатах стоял гроб. Что дает смерть? Да, в общем, она только и дает чувство ценности жизни. Ценности того, что ты имеешь. А значит, и любви. Он говорит в одном из предателей, что смерть стоит того, чтобы жить. Стоит. И это значит, что мы, во-первых, либо это так, или это так, или мы что-то путаем. И путаем мы, вот если вы задумаетесь всерьез, правда, то вы со мной согласитесь. Это Бодлер поэтому боялся рая. Ну, так ли велика радость смертного человека, став бессмертным, жить в райском саду, кушать нектар и петь, и слушать постоянную осанну Богу. Представляете? Целую вечность. Поповские выдумки. Я не про поповские выдумки. Я про то, что либо мы что-то путаем, либо это так и есть. Мы, возможно, я могу предложить очень простой вариант. Мы постоянно путаем. Между прочим, это, ну, хорошо. Представляете? Одни поповские выдумки фактически сделали миллионы людей христианами. Правда, нет? Наверное, либо, либо, наверное, парадоксальная религия распятого Бога, наверное, приобрела такую массовую популярность и покорила Рим, в первую очередь, идея физического воскресения. Правда? И люди по-другому себе представляли загробные ученики фактически? Не так, чтобы вы хотите и райву вас там наслаждаться, кушать что-то, женщинам распликаться? Ну, во-первых, очень похоже. Тогда себе люди представляли загробные ученики фактически. Это странно, но тут это по-разному. Ну, очень похоже на то, что вы рассказывали. Если не брать и не делать этнографические очерки, я вам перечислю массу культур, где именно так себе и представляли. Ну, представляете себе, там, Вальгал, эту самую, Скандинаву. Ну, райвоинов, лошади, бабы и все время там, вот. Да? Не вру я. Ну, примерно так, да. Как бы... Как-то очень так похоже. А я ведь говорю о... На самом деле бесконечно важных вопросах. Поскольку... В Пасхе есть этот элемент. В самом слове. Потому что Пасхе, или Пасхе, да, это все знают, я надеюсь, тоже. Слово буквально, которое буквально означает проходить мимо. И изначально это история о том, как в книге «Исход» она впервые появляется, когда ангел, по велению прогневанного Яхвея, убивавший первенцев, не проходил мимо тех еврейских дверей, которые были помазаны кровью жертвенного ягненка. И в эти же дни, когда были спасены еврейские первенцы, естественно, совершился исход из Египта. В смысле, евреи прошли сквозь Египет, как нож сквозь масло. Не испытав, благодаря своей вере, влияние египетской религии и культуры, смогли сохраниться. И в некотором смысле, также через человечество прошел Бог. И со времен Григория Низского, те, кто христиане, те знают, что именно поэтому, собственно говоря, Христос именуется жертвенным агнцем, принесенным на заклание, поскольку вот эта метафора ангела, который проходил мимо отмеченных дверей, она имеет прямое отношение к христианам, которые как бы несут на себе кровь Христа в себе, и поэтому их как бы не затрагивает мир в определенном смысле. Века идут, а христиане остаются христианами. Поэтому такой элемент в этом есть вовсю. Опять я буду все время... Что же все-таки происходить-то должно с человеком в эти радостные моменты? Вот здесь на земле или там? Нет, здесь на земле. Во-первых, там мы не знаем, во-вторых, дойдем. Но с нами же что-то в этот праздник должно происходить. С чувствами нашими, мистическое, конечно. Если мы, вот вы видите, даже христиане, в общем, ну согласитесь, не очень задумываются о том, что же значит чувствовать себя бессмертным, как это осознать, описать человеческим разумом, выясняется, что это очень непросто. И внутри очень много противоречий всяких возникает. Я пытаюсь смотреть с точки зрения не мистерии самому по себе, не таинства. Я пытаюсь смотреть с точки зрения, ну, светского человека со стороны. Как бы, ну вот, например, вчера мне рассказали, увлеченные историей люди чрезвычайно, что во времена крещения Владимиром Святой Руси, а надо сказать, что особенно в католическом обряде, да, это когда зажигают пасхал, вот эту огромную свечу. Я вообще очень люблю католический обряд. Он, конечно, потрясающий, потому что храм погружается во мрак. Священник достает кремень огнива, как бы, да, создает стук этого огнива, высекается из крана, зажигает трехсвечник, трехсвечник зажигает пасхал, и зал как-то, как волной, светом наполняется, и вводят оглашенных, крещаемых. И они зажигают от пасхала свои свечи. Очень красиво. А если учесть, что, в общем, большая часть храмов, она такая очень строгая, аскетическая, да, колонны просто. А зачем вы понимаете? Что он обозначает? Вот действительно, что он обозначает? Это интересный очень вопрос. И я сейчас про... Именно про это. Про то, что же все-таки, что обозначает? Поскольку весь древний ритуал, во-первых, его можно прочесть, во-вторых, я уж не буду его подробно разбирать, я не священник, в конце концов. Я хочу сказать, что, видимо, мы путаем все-таки бессмертие и вечность. Так вот, вчера мне рассказывали люди, интересующиеся историей, очень так в лицах не стану пересказывать, о том, что... О том, как боялись, о том, что находили записки матерей в Владимирской Руси, о том, как... Как бы сделать, спрятать детей и не отдавать их в школу при христианском храме. Ну, в общем, отчего это происходило с чисто внешней стороны, понятно. Ну, сельский мир, он же все держался на богах, на языческих богах, да? Идолы были обрушены. И как бы боялись очень мамы этого изменения. А изменения в чем они боялись-то? Они боялись, что детей попортят? Да, испортили всех. А что значит испортить детей? Ну, понятно, ну, вот мы верили там, скажем, например, в Перу и еще в ряд богов, а теперь мы верим в Христа. Что изменилось-то? Вот понимаете, какая штука? Весь вопрос заключается в том, для того, чтобы понять, что такое для человека, для отдельной его души воскресение и вечность, надо понять, к сожалению, что такое сам человек. Чего боялись матери? Да чего они всегда боятся? Да, что ребенка развратят, и что он идет из дома. А что это значит для традиционного крестьянского мира? Ну, да, там страшные же есть призывы, да, оставь отца своего и мать свою, и следуй за мной. Но дело не в этом. Я просто пытаюсь объяснить, что Дмитрий Анатольевич пришел, я не могу усидеть. Да, пожалуйста, оставайтесь. Я хотел сказать, что, понимаете, какая штука? Вот это очень важно, какая-то, может быть, я выбираю не лучшие примеры, а первые, которые мне приходят в голову. Ну, во-первых, крестьянский мир, он на христианстве остался миром. Было три написания на русском языке слова «мир». Три – это знаменитая история про войну и мир Льва Толстого. Мы привычно воспринимаем война и мир, то есть состояние войны и состояние вне войны. А на самом деле Толстой использовал написание слова «мир», и роман этот называется «Война и мир как вселенная». То есть, точнее всего, война и вселенная, война и космос. И было третье написание, которое означало крестьянскую общину. Это она тоже называлась «миром». И те правила, традиции, которые были установлены в этой общине, в том числе и в языческой общине, они и позволяли выживать. И в строгом смысле этого слова отдать ребенка в другую веру, ну, это, в общем, означает, что он умирает для семьи. Ну, это как, знаете, и до сих пор так же относится мусульмане, например, к тем, кто пойдет креститься. Он умер, практически с ним можно делать все, что угодно. Я вот, что хочу сказать. Я хочу сказать, что мы собой представляем. Кто мы такие? Семейные люди. Семейные люди. Из чего мы состоим? Я имею в виду не эти, не сиськи-масиськи, а душа наша. Она из чего состоит? Чем она отличается? Моя душа от вашей, ваша от Машины, Машина от... Дмитрия Анатольевича. А? Кто тут ушел? А? Какая-то индивидуальность. Да, вот что это такое-то? Индивидуальность. Она, да. Ну, конечно, я не прошу это дословно объяснить, но просто она из чего состоит? У каждого своя легенда. Ну? Каждый день. И что это за легенда? Эктор. Не-е-е-е. Не-е-е. Не-е-е, нифига. Каждый день старая. В том все и дело. Да. Очень хочется новой легенды, но никак. Что так вот, если, да, мы говорим про воскресенье. Чего? Воскреснуть-то должно. Что такое, из чего, что делает человека индивидуальностью? О, загадка-то, блин. Гены, гены, гены. Гены. Гены, ну, может быть, не знаю, я не генетик, а в ощущениях каждого. Ну, там гены, жизненный опыт, это действительно... Что такое жизненный опыт? Это ближе. Реакция похистения внешних религий из тех, кто он не знает. Я хотел... Ну, я хотел... Может быть, вы все и правы, я не возражаю. Я хотел сказать память. Я... Это то, что я удерживаю про себя в памяти. Я... Это то, что... Фактически я про себя считаю. То, что я помню. Поскольку в действительности вот это все, и особенности восприятия, и особенности симпатии, антипатии. Более того, тут же в области памяти лежат и счастье человеческое, и все человеческие беды. Потому что мы любой ценой пытаемся сохранить память о себе. Поэтому все время ходим по кругу. Мы все время ходим по кругу. Что такое смена религии? Это смена первой религии. Это смена... Это фактически, если хотите, это смена памяти или отмена ее. Для вот того... Я сейчас не про нас с вами, я вот про того деревенского жителя. Вот тот ребенок, который будет учиться в храме, он памятью, вот которую ему прививали родители в этой деревне, и которая была в том числе основана на языческих обрядах, там на каких-то... Там же была целая система своих традиций. И вот в этом смысле он умрет. у него появятся какие-то другие традиции, какой-то другой опыт. Он будет другой. Он будет не наш. Он будет чужой. Он будет обладать иной памятью. Мы с вами все время говорили об апофатике, да, об отрицательном, как бы богословии, а до катафатики, то есть до самих ощущений присутствия Бога, в общем, не дошли. Ну вот, например, Палама. Боговицы причастны непостижимому и неподвижному духу, который им заменяет и ум, и глаза, и уши, и благодаря которому они и видят, и слышат, и понимают. Но не так, что их телесные глаза перестают видеть. У них успокаивается всякое действие чувства и ума. Но не так, что они остаются при чистоте сердца, при отрешении от вещей. За чистотой, за отрешенностью Бог открывает что-то другое и очень великое, даруемый в этом веке залог обещанных сокровищ будущего века. После чистой молитвы, несказанное боговидение и иступление в том боговидении, и сокровенные таинства, и за оставлением сущего, вернее, за успокоением ума, совершающимся не на словах, а на деле, другое. Если незнание, то высшезнание, и если мрак, то мрак ослепительный, а в этом ослепительном мраке по великому Дионисию даются божьи дары святым. Так что совершеннейшее созерцание Бога и всего Божьего не просто оставление и отрешенность, но то, что лежит за оставлением и отрешенностью, общение с Богом и скорее дарение и принятие дара, чем оставление и отрицание. Вот Паламажа цитирует Дионисия божественные имена. Нашему уму дана не только сила понимания, благодаря которой он рассматривает умопостигаемые вещи, но и превышающая природу ума единение, благодаря которому он сливается с запредельным. Излишне вместе с ощущениями и умственные силы, когда душа, став благодаря непостижимому единению богоподобной в увлеченном порыве окунается в лучи неприступного затаенного света. А вот Святой Максим Исповедник. Видя свет сокровенной и несказанной славы, святые вместе с высшими силами и сами делаются способны вмещать ту благословенную чистоту. Какой огонь они видят? Мы с вами с этого начали весь цикл этих разговоров. человек перемещается к этому непостижимому центру, точке, к окружности, центр, который везде и края нигде. Вот это означает символ огня. именно это непосредственно это. То, что я вам сейчас прочитал. Нетворный свет, отрешенность и причастность к некому единому, у которого нет никаких имен. Что происходит? на самом деле происходит вот эта отрешенность от чего? нет, я только что об этом говорил от памяти, от памяти. потому что для того, чтобы прикоснуться к этому свету или к единству нужно отрешиться от памяти о себе. и тут же вот сразу появляется вторая сторона вопроса. И очень сложная и болезненная. А зачем? религию это опиум ли? Да, в общем, как бы я считаю, что сейчас не модно даже вспоминать, но мы уже вспоминали не раз о понятии духовного пьянства. Феофан Затворник вел это понятие, между прочим, как бы а вот почему? Чтобы не лишались индивидуальности и продолжали все-таки жить на земле, потому что как будто надо же что делать, продолжать роман, создавать разведение культуры. А кому надо-то, если Богу этого не надо? Государству не надо. Государству. Кто же припасил святого малина и государства? Ну, в общем, как бы до самого последнего времени такие культуры же существовали, Индия, например, да. Возможно, это и есть счастье тогда. Ну, конечно, они молятся не тем богам, но это тоже очень интересный разговор о тех и не тех богах в нашем странном мире. Как бы я пытаюсь сказать совершенно другое. Я пытаюсь сказать сейчас пока только об одном. Ну, да, да. Святитель Макарий Египетский отцы-пустынники использовали слово Киев. То же самое слово, да. Как бы в прямом смысле Макарий Египетский, который очень мало написал, говорил, что нет выше кайфа, чем достичь вот этого фаворского цвета. Цвета. Он так и собственно писал, говорил, не знаю, за ним записывали. Тогда же никто не боялся, что слово кайф поймут неправильно. А сами понимаете. Потому что что происходит? Что? Что за ощущение? Можем мы его как-то постичь? В общем, можем. так и есть, это и есть бессмертие, которое я вам предлагал почувствовать. А почему что духовное пьянство? А вот как раз эти заботы они не уходят. Это доставляет больше удовольствия, чем удовольствия. А только для себя. Ну да, каких-то вот мирских больших учетов они не так из-сего можно прожить. Кстати, вот о крещении после пасхальной заутрени. Пасхальную заутрени. В обряде крещения младенцев есть странная такая, для меня совершенно извращенная, но очень важная мысль. нельзя спастись одному. Не может индивидуальность спастись сама по себе. И поэтому для таинства ну как бы еще не нужно сознание. Да? Ну по крайней мере как-то так решила вера и православная и католическая. Ну не нужно сознание. А личность? На самом деле я думаю и личность не нужна. Поэтому же можно крестить младенцев а иначе почему собственно как их можно иначе крестить? Для меня по-прежнему в этом есть путаница. Я по-прежнему против потому что понимаете какая штука? проводя эту мысль о крещении младенцев им в отличие от Сократа как-то забывают сообщить что нужно незнание. В некотором смысле нужно без памятства которое достижимо только сознательным усилием. Не естественное беспамятство а освобождение памяти. А почему оно нужно? Это вот то самое что Сократ о чем Сократ говорил я знаю только то что я ничего не знаю. В строгом смысле смерть святость встреча с фаворским светом знаете что ее можно понять в некотором смысле это не столько жизнь вечная сколько действительно беззаботность потому что когда ты достигаешь чувства единства ты начинаешь понимать что тебя чувствует не понимать это же я же не говорю что это в ясных формулах существует ты начинаешь понимать что тебя нет а тобой кто-то ведет вот что создает опьянение и создает другую жизнь вот для чего нужно незнание помните китайскую притчу о чашке которую в которую налили слишком много в полную нельзя наливать чай если она полная ее надо вылить сначала выливание чашки предоставление себя тому что ты с таким трудом себя своей индивидуальности тому что ты с таким трудом нащупал отрицая себя собственно и есть преображение и есть ощущение вечности жизни потому что вот эта индивидуальность которую ты сейчас воспринимаешь как пустую оболочку она есть но она оболочка в которую ты впустил вот этот нетварный огонь ее дальнейшее существование не имеет значения для этой индивидуальности это смерть распятие поскольку если это тело лишь коробочка для подарка временное вместилище которое не жалко выкинуть то ты перестаешь чувствовать боль метафоры конечно 2000 лет назад были грубоваты это это и есть преображение это и есть та самая фраза да что пусть все будет не как я хочу но как ты сейчас мы произносим эту фразу в общем всегда с оттенком в молитве всегда с оттенком ну конечно пусть будет как ты хочешь ну все таки ладно тебе сделай ну ты же бог сделай как я хочу ну пожалуйста а когда человек испытывает подлинное преображение становится святым эта фраза становится главной жизненной реальностью главной и как ни странно это действительно очень сильно облегчает жизнь снимая с человека действительно снимая с него ответственность поскольку он понимает что он может сделать для мира только то что ему отведено просто он должен сделать то что ему отведено и это вторая часть главная беда человека я много раз об этом говорил его двуприродности одна природа индивидуальная и физического тела другая природа это природа вот этого самого первозданного единства и вся мука и все страдание человеческое заключается в том что и внимание его должно быть направлено сразу в две стороны нельзя построить социализм в одной отдельно взятой стране и спастись в одиночку нельзя это на самом деле пародия строительства социализма поскольку в одиночку невозможно пережить единство ты можешь испытать этот свет только за тем чтобы нести его людям которые тебя не будут понимать при этом точно так же впрочем как они не понимали Христа потому что они же не почувствуют да конечно но они обязательно они недостаточно чтобы почувствовал только я это пьянство как только это чувствуют от меня они пусть не до конца понимают того что я говорю я выполняю свою функцию смерть и преображение это в первую очередь отказ от человеческой памяти или ощущение ее как футляра твоего подлинного я и вот тогда возможно вот тогда возможно чтобы каждый день что-то свободно и спонтанно менялось и в тебе и вокруг тебя потому что во всех остальных случаях ты тратишь просто огромное количество усилий ежедневно на воспроизведение себя самого конечно ну там я не знаю я такой-то такой-то хожу на такую-то работу у меня такая-то жена и все-таки я панически боюсь чтобы меняло все что угодно в этом даже если даже если боюсь я боюсь если у меня нет жены вот этот ну скажем шаг крещения младенцев он о чем говорит вообще не пахнут почему церковь приходит к выводу что потом все равно начинают пахнуть как козлы понимаешь я хочу сказать что почему церковь приходит к выводу что можно крестить младенцев какая мысль там внутри ну на самом деле на самом деле само существование возможности этого обряда является подтверждением той примитивной модели которую я вам нарисовал Наташа нарисовала простите почему ну потому что в этом есть ощущение того что человек по природе своей божествен и что ему не нужно никакой человеческой памяти которой нет у младенца еще у него нет памяти о своей индивидуальности для того чтобы быть причастным Богу правда поскольку он и так божественен по своей природе он уже причастен к Богу а что вы понимаете по словам индивидуальности я только что сказал память а что еще это синонимы практически индивидуальность это то что я помню о себе ну давайте попробуем что вы осознаете про свое я ну и что это значит вы думаете о чем когда существуете это не есть думание вы осознаете что кто-то слушает меня так кто же это ну вы же сами понимаете я я не спорю я понимаю о чем вы говорите я пытаюсь сказать что это не есть осознание я в своих книжках по другому поводу пытался назвать это чувством я вот чувства у нас есть а осознания нету и более того это одна из самых вот чувства опять смотрите какое чувство интересное чувство я есть у нас есть а ответить на прямой вопрос что это такое то есть осознание не может никто никто уверяю вас не психологи не психиатры не психоаналитики не философы и это и есть как раз то самое абсолютно неопровержимое доказательство бытия Божьего в человеческой душе именно невозможность осознания и определения этой самой неиндивидуальности потому что индивидуальность я более или менее могу описать или определить понимаете какая что я могу описать я могу описать я могу описать в какой традиции я воспитывался примерно я могу примерно сказать чему учили меня мама папа учителя ну в общем я много чего могу про себя сказать но я буду характеризовать то что я про себя помню я могу очень долго этим заниматься но это будет то что я про себя помню а не описание самой сути этого самого центра я которое я чувствую в некотором смысле не мыслит а в некотором смысле мыслит по той простой причине что опять же у него то чувство я смотрите у него присутствует потому что он не может себя вспомнить он не может вспомнить детали или периодов своей памяти но то что он существует у него сомнений не вызывает и опять то что он воспринимает человек с антеро-ретроградной амнезией то что он воспринимает как свое я это и есть та самая зона ближайшей памяти да то что он помнит ну бесконечные всякие разные фильмы да о людей с потерянной с утратой памяти вам сразу все это напомнит да то есть там я не знаю уж простите не помню как кино называлось ну я красивая женщина которую нашли а за бортом я красивая женщина которую нашли на берегу реки или моря не помню наверное я учительница наверное я люблю детей потом выясняется что она профессиональная убийца так скажем но она себя воспринимает исходя из той оперативной памяти которая у нее создается с этого момента с которого она начинает себя вспоминать и это абсолютно верно так и происходит той личности нет то есть нет личность есть нету той индивидуальности которая до этого была той персоны правильно да я всегда говорю что я начинаю чувствовать когда человек в любой религии или культуре переживает то что называется просветление у нас святость я начинаю чувствовать что я одна из масок Бога вот что я начинаю чувствовать и это действительно новое рождение в определенном смысле смерть предыдущей личности это так и есть я по-прежнему продолжаю говорить о метафорах вы меня спросили что же такое страсти Христов какое значение в человеческой жизни они имеют на самом деле не в таком ключе я об этом говорил по радио для меня просто давайте скажем так сегодня актуальна вот такая точка зрения такая метафора когда я решил 1 мая поговорить о том что такое труд я впервые стал об этом размышлять всерьез не работа а труд и вдруг я неожиданно для себя понял что вот какие-нибудь бушмены африканские первобытные кочевые племена в нашем смысле этого слова не трудились потому что землю они не возделывали занимались охотой и собирательством это мы со школьной скамьи знаем не знаю как новое поколение мы знали кореньев в нашем смысле этого слова нет потому что это скорее было ну давайте скажем так неким героическим было в некотором смысле героическим приключением ну там не важно прерии леса или пустыни они конечно были непредсказуемы ты не знал чего ты найдешь охота это вообще такой сугубо вероятностный процесс это некоторое всегда аккордное приключение тем более для кочевников ну вы оказываетесь на новом месте вы не знаете какие звери здесь водятся в общем чем отличается труд от работы или от приключения вот труд а ну для меня да опять же можно же об этом проговорить много часов подряд но вот пока мы себе таких вопросов не задаем мы в общем мне кажется не учимся понимать потому что нужно учиться понимать чего скрывается под привычными словами труд это слово ныне нелюбимое очень любимое при социализме правда и очень нелюбимое ныне поскольку труд подразумевает в общем в целом как целое некую монотонную работу циклическую ритмическую монотонную работу вот я беру лопату и от забора до обеда бросаю это труд я становлюсь к станку и точаю деталь это труд я там не знаю разгружаю вагоны с песком это труд конечно он обязательно само понятие труда имеет некоторую физическую компоненту и общее в некотором общем смысле этого слова труд действительно обязательно имеет физическую компоненту по той простой причине что труд есть действие священное поскольку с помощью труда костная материя преобразуется в материю организованную труд из хаоса порождает логос уборка это труд мытье посуды это труд это организация некоторого порядка потому что я на самом деле не просто так копаю яму ради того чтобы трудиться правда я копаю например бассейн или грядки или что-то еще природный хаос превращаю в нечто осмысленное я вношу логос в структуру существования человеческого своего и всех людей не важно почему почему для меня так важно это слово я неожиданно для себя совершенно правда я вдруг понял что вот эти самые кочевые племена в нашем смысле этого слова не трудились они не имели некой систематической работы тем более физической ну или она была она была в куда как меньшей степени чем во всех последующих на всех последующих стадиях развития общества и я неожиданно для себя тоже понял что трудились в смысле в том смысле которое мы вкладываем слово труд они исключительно во время своих религиозных ритуалов ну например у тех же африканских гушменов о которых я и писал и говорил трудом собственно говоря был танец ритуальный танец для того чтобы общаться со своими богами или предками в зависимости от формы племенной веры они танцевали до умопомрачения этот танец под ритм барабанов там-тамов мог продолжаться бубнов он мог продолжаться и сутки и двое и в какой-то момент этого танца открывались для них для шаманов и для их племен открывались небеса и они вступали в общение со своими предками или богами а когда бог вихве имеется ввиду назначил Давида царем помните когда ковчег переносили в Иерусалим Давид совершил неожиданный для всех поступок он стал плясать и плясал до изнеможения совершая всю вот всю весь путь ковчега перед ковчегом он плясал и невеста его мельдоха сказала все я тебя больше не люблю нафиг что это за царь который тут разделся полуголый и плясал перед народом и дальше там я сейчас боюсь за цитату нет у меня цитаты с собой но дальше там сказано что в общем она плохо ей было никогда она не родила детей осталась одна и в общем так и померла то есть зря она это сказала потому что бог понял что делал царь Давид и зачем он это делал я в общем понимаю царь Давид трудился он показывал богу самым древним способом из известных ему самым древним что он будет не пировать во дворце а трудиться во славу господню вот что значил этот танец он трудился как трудились ради того чтобы попасть в особое состояние сознания и начать общаться со своими предками шаманы ну а какой труд еще может быть у царя мне как-то однажды по этому поводу сказали ну лучше бы он в плуг впрягся да но это же будет не труд а пародия на труд потому что труд пахаря или хлебопашца это труд ритмический круглогодовой правда мало демонстративно схватиться за плуг это совсем другое дело а вот танец это как раз то что может царь да делать в своем дворце вместо того чтобы почивать свое удовольствие да он может таким образом связаться с Богом и показывает ему это что он не просто будет развлекаться получать удовольствие что он будет трудиться потому что танец собственно говоря идеальная модель труда ритуального труда по той простой причине что танец всегда или он не является танцем или он состоит из одних и тех же движений как движение токаря только они называются па да и вот эти танцевальные па повторяются в любом танце и наверное Давид танцевал не какой-то вообще не вообще танцевал а исполнял какие-то определенные движения поскольку иначе это просто не было бы названо танцем да тогда бы в Библии было если бы он не определенные движения совершал про оркестр там ничего не говорится поэтому если бы он совершал неопределенные движения то там было сказано по-другому там скажем например царь Давид прыгал и дергался перед ковчегом а для того чтобы это получило название танцев в те древние времена это должно было быть как и сейчас набором строго определенных па иначе да мы как девушки говорят на танцах мы топчемся там но не танцуем собственно он как-то сказал что просто был по-моему петь и христа да то есть он совершал некий ритуальный очень древний известный ему ритуальный труд христос не трудился и когда мне говорят о подражании христу я обычно смеюсь потому что папа папа иосиф ничего я не знаю кроме версии давным-давно объявленной просто преступным вот про плотницкое дело христа никому ничего не известно не надо сказать не из нового завета не из апокрифов ближе всего в общем понимаете подражали действительно я всегда говорю христу более всего именно хиппи ну а что бродячие проповедники да ну с гитарами иногда с рок-гитарами ну и кто сказал не секундочку ну не секундочку секундочку ну они конечно стали наркоманами их потравили конечно но не с этого начиналось движение битников и хиппи на самом деле они ведь считали себя христианами преданными и у всех коммун хиппи стояли проволочные распятия и сейчас стоят одна единственная государство хиппи осталось на свете на территории Копенгагена там при входе гигантский гигантское распятие в общем это сложная история но в некотором смысле бродячие проповедники без рода без племени без семьи без детей как-то так ну вообще я сейчас начну говорить о том что настоящие хиппи они тоже никогда не ходили не приходили и не говорили они могли точно так же как апостолы на самом деле они могли сказать взять тебя за плечо и сказать брат ты покушать не дашь но только с условием что у тебя на груди ксивник висел ну там ксивник тут крест я боюсь что сейчас сложнее проще сейчас и до сих пор если я увижу кого-нибудь с фенечкой или ксивником то больше моего возраста то больше шансов что он даст поесть чем ежели я к батюшке подойду честное пионерское да больше если я скажу брат у тебя нет там 100 рублей дай покушать что-нибудь хиппи даст без звука если увидит у меня символику а человек с крестом не знаю и я не знаю кто из них прав я сейчас не про это ладно я ведь говорю о том что прямое подражание это очень такая получится забавная вещь я хочу сказать о другом на самом деле я хочу сказать о том что нести свой крест в общем по большому счету значит трудиться то есть совершать некую монотонную очень тяжелую работу преодолевая себя и свои собственные желания для чего эта работа нужна более того если вы сейчас на наших детишек посмотрите то вы сразу поймете это совсем недавно не было так понятно сейчас это понятно элементарно вот ровно то что называется трудом вот эту монотонную упорную как они говорят тупую работу которая еще кроме всего прочего никогда высоко и не оплачивается это то чего больше всего боятся наши дети это и есть их максимальный образ их максимального страдания их страсти не дай бог это очень сложный и спорный вопрос в данной конкретной культурной ситуации правы конечно объясню почему я сейчас пытаюсь объяснить что труд на самом деле труд это форма медитации смотрите какая интересная вещь вот я сложно объясняю не могу смотрите какая человек может быть крещаем младенцем потому что все младенцы все люди имеют в себе бога но он не может быть крещаем младенцем потому что не имея памяти о себе что ж такое извините пожалуйста потому что не имея если не выключил потому что не имея памяти о себе он не имеет памяти о других смысл крещения преображения как и пасхи он внутренний смысл он заключается в том что человек осознает свою природу и отказывается от нее ради того чтобы спасти других людей потому что если ты неосознан у тебя нет памяти вообще нет памяти то ты опять и снова как бы смертенный у тебя и равнодушенный и туп и не можешь любить тебе сначала нужно обрести память индивидуальность потом отказаться от нее чтобы в нее вернуться человеку нужно два внимания потому что если ну как я понимаю вообще относительность этой схемы ну как если эта энергия да вот этот нетварный свет непостижим создал это разнообразие то это означает что оно ему зачем-то нужно и от него нельзя отказываться поэтому человеку нужно как бы и в этом парадоксе трудность существования человеческого человека нужно два внимания одно внимание к источнику энергии своего сознания а другое внимание к внешнему миру то что забыли объяснить пролетариат это проще всего сделать в труде потому что простой физический труд или в общем несложные пар любого ритуального танца мы знаем да довольно быстро становится автоматически и тогда человек может продолжать одновременно что-то делать рыть яму и прислушаться прислушиваться к своему источнику танцуя Давиду легче слушать Бога чем занимаясь царскими делами поскольку когда он занимается царскими делами его голова представляете себе домыслимого и немыслимого предела запита внешним миром а когда он танцует ему в голову приходят псалмы не знаю или песни песни а иначе нет потому что ничего подлинного только из вот этого внешнего мира прийти не может нужно два внимания и опять снова почему я понимаю что я в данном случае упрощаю за бошлость вы понимаете поверьте ну почему задают вопрос почему Христос Бог тащил свой крест на голгоф да потому что эта отработка он тем самым собственно только единственным и мог вернуться к отцу наполнить себя им очень часто ну часто не часто но в советской литературе 20-х годов несение Христом Христа сравнивали с наказанием Сизифа имеет непосредственное отношение к теме нашего разговора потому что Сизифа заставили выполнять бессмысленную монотонную работу за что помните за что ну очень грубо говоря он украл как раз у богов секрет бессмертия а они этого не хотели они это хотели любви смертных людей что за наказание у Сизифа такое непонятно ну наказание понятно монотонной и бессмысленной труд монотонной и бессмысленной он при жизни не хотел слышать волю богу не понимал думал только вот теперь когда он после смерти таскает камень на гору камень все время скатывается он непрерывно медитирует непрерывно слышать волю богу контрпасс по-моему это называется по-моему итальянски что делать не хотел то в аду дали что при жизни делать не хотел то в аду отдали то и выполнил то что мы называем трудом именно вот этим неприятным словом позволяет человеку легче чем любое другое занятие чем работа приключения охота сохранять вот это двойное внимание сидит японский мастер дзен 20 лет вырезает удочку на полном серии есть такие произведения искусства понятно что удочка конечно через 20 лет становится живой и почти может говорить но дело не только в этом а дело в том что зачем он это делает ну это конечно медитация такая трудовая медитация творит удочку и одновременно пытается почувствовать как бог создает там бамбук из которого он эту удочку творит или его самого это способ сохранить двойное внимание именно поэтому на самом деле изначально так напирали на труд в монастырях и именно поэтому изначально мы так напираем трудовую реабилитацию дело даже не в страдании а дело в том что Христос выполняет тяжелую и бессмысленную работу это точно так же когда мы конечно говорим зачем ты роешь сам себе могилу ну в общем закупка могилы на кладбище гроб на палате который обычно хозяин сам себе изготовлял в крестьянской избыль раз бессмысленная работа не это напоминание о смерти и о боге это размышление именно о том что ты сделал на этой земле к чему ты призван вот зачем нужно напоминание о смерти да и вы я думаю наверное каждая женщина и каждый мужчина знает что когда он вот то что называется вынужден работать на износ неважно по каким причинам в этом что-то открывается ты вдруг начинаешь что-то чувствовать про себя и про других неважно чем ты работаешь головой киркой да или собственной спиной и в общем ну например культура дзен особенно в Японии именно дзен чайни это всегда прекрасно понимал и все эти вдыхания души меч который кололся который ковался не для себя десятилетия это тоже по-своему попытка почувствовать Бога и вдохнуть его силу в этот меч энергию этого света который конечно в разных культурах по-разному воспринимался и поэтому мы кстати говоря так любим повторять человек должен нести свой крест мы в первую очередь имеем ввиду именно труд который выпал на нашу долю там он бывает разный это труд бывает что это не знаю перевоспитание мужа алкоголика или мы очень разное называем крестами но на самом деле как только мы говорим человек должен нести свой крест мы имеем ввиду некоторую форму сизифового труда в смысле вот этих бессмысленных усилий я ухаживаю за тяжело от больной матерью а с точки зрения вот этой отстраненной холодной логики бессмертия она же сама помрет так нельзя рассуждать потому что это труд между прочим тяжкий физический труд правда а как же на матерь может заняться деянием за что из-за начальной тишины чего 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 ну заняться не деянием но есть такое не деяние опять ну вот понимаете какая штука мы же с вами говорили об исихии вот вам пример недеяния между прочим я же когда говорил о труде о физическом я же совершенно ведь не отказывал в существовании духовному труду более того все то что смотрите все то что мы называли исихии есть стремление к отрешенности правда но это монотонный и ритмический труд давайте я еще раз вам прочну есть существенные способы к внутренней молитве как бы непосредственно к ней относящиеся таковых три как находим у святых отцов один чистотность призывания имени Иисуса Христа второе внимательность к всему призыванию и третье вхождение внутри себя или вхождение ума в сердце вы все равно для того чтобы проникнуть к этой тишине а это просто одно из именований фаворского света того самого хотите я еще раз прочту цитату вы все равно начинаете с тяжкого труда по апофатике по отрицанию всевозможных помыслов и желаний которые всплывают в вашей голове и не дай бог это тяжкий труд второе что вы делаете не менее года между прочим это вы можете по четкам можете без четок на каждом дыхательном цикле учитесь повторять Иисусову молитву с ее помощью отгоняя помысл но вы не просто произносите Иисусову молитву вы же в ней Христа зовете значит вы держите напряженное внимание к тому что он ответит если вы кого-то зовете вы надеетесь на ответ и это вне всякого сомнения труд ну духовный труд наверно я не знаю где так но я думаю что для того чтобы 10 лет ковать меч каждый день нужно наносить какое-то определенное количество ударов в общем это целый ритуал правда это же не просто я фухую от себя по металлу там железя это все гораздо сложнее и делая это я своего бога напряженно призываю и смысл заключается в том что в результате этого призывания он мне должен открыть как сделать этот меч как сделать это оружие непобедимым в этом же миссия кузнеца и об этом все сказки связанные с кузнецом правда сила какая-то должна опуститься на этот меч откуда она приходит ну в общем изнутри меня от того чего я в себе вопрошаю приходят ответы и это на самом деле это кажется что творчество и ко всяким художник я думаю это знаю тут есть беда страшная я знаю это по книжкам страшная беда заключается в следующей я эту идею уже понял более того я ее уже в передаче даже мог высказать а теперь мне ее надо написать да правильными словами да с правильной грамматикой и дальше начинается вот это не дня без строчки сижу пишу и думаю как лучше сформулировать а мысль то уже готова а образ то уже получился и вот я нанесу три мазка отойду подумаю еще и раздражает меня это потому что как так они ложатся эти мазки как-то не так как у меня идея была я их затру и опять три мазка нанесу Леонардо писал свои картины тоже по 10 лет не помню сейчас боюсь соврать но долго очень и ни одну не закончила одну по-моему закончила а мы говорим величайший гений человечества так я вас уверяю пока он эти мазки каждый день ни дня без строчки наносил у него в голове вот эти все гениальные идеи и появлялись которые в трактатах написаны которые там все что угодно летающие машины да да человеческие пропорции в общем все то что он открыл между делом помните мы говорили почему потому что первая открывается сфера Софии знания почему дальше я пытаюсь сказать наверное мы все таки об этом на следующей лекции поговорим о последних вопросах загробной жизни о конце света так это принято называть последними вопросами поскольку и лекция будет последняя я хочу сказать что смотрите и опять и снова из воскресения Христа если его понять как метафора она в любом случае метафора и в любом случае притча я обычно на вопросы которые следуют а вы верите в реальность жизни смерти воскресения Христа всегда отвечаю вы знаете наверное верю но для меня это не имеет никакого значения ну просто не имеет значения и все по той простой причине что даже если это миф то это миф такой невероятной силы который дает человеку может дать больше чем любая самая что ни на есть квадратная реальность мы просто недооцениваем опять же собственных психических сил просто для меня не имеют значения исторические доказательства ну простите не интересно мне потому что для меня правда в сказке и мифе и в поэзии все остальное это любую историческую глупость можно подстроить и все это будет чрезвычайно убедительно как Носовский сфамильный например ну просто читаешь да да все точно все подходит все совпадает Христос родился и умер в России в 11 веке вопросов поэтому как-то вот так я устроен но это я так устроен поэтому я в силу того что ну я не археолог же церковный я хочу сказать что смотрите какая штука получается есть ли человек ну например в идеале буддизма с этим тоже все не так просто между делом нехорошо об этом говорить растворяется в нирване эго исчезает память исчезает то проблема заключается в следующем к людям возвращаться некому ну некому понимаете какая штука поэтому усилие это получается двойное из-за этого из-за этой необходимости двойного внимания у человека ну я всегда говорил что с моей точки зрения субъективны животные ближе к Богу чем мы по одной простой причине они просто им не нужно усилия для освобождения от памяти никакого они живут себе по его воле и живут мы называем это инстинктом но мы не знаем что такое инстинкт и где он спрятан и где он сидит поэтому вы называете это инстинктом моя божественная воля смотрите это ощущение необыкновенно близко к тому о чем я говорил да вот про и читал из поломы вот это ощущение святых о том что уже не ты движешь собой а ощущаешь волю и в этом смысле животное счастливее оно не едает смерти оно не бессмертное оно не страдает как человек поскольку у него нет чувства ответственности за свою жизнь и смерть отвечает какая-то другая сила не зверь почему я все упорно об этом говорю потому что смотрите Христос Христос умирает и сливается с Богом теряет память о себе человеке а потом он же оказывается выше рая и выше всего мыслимого и немыслимого нам на престоле да а потом находит в себе силы снова вернуться и вот тут как раз и действует тот самый принцип о котором вы говорили святой должен вернуться к нам из фаворского света он должен вспомнить себя ради того чтобы вспомнить других ради того чтобы их любить а иначе он останется в духовном пьянстве он растворится его не будет ему будет и так хорошо и без нас а спастись одному невозможно невозможно по той простой причине что изначально это самое единство нельзя спасти палец а руку при этом потерять понимаете и дальше что она говорит эта фраза и вокруг тебя спасутся многие уберите это окончание фразы это будет духовное пьянство если ты заботишься о том если ты спасаешь себя ради того чтобы показать пример другим это не пьянство а если ты спасаешь себя ради спасения себя эта фраза теряет всякий смысл вам теперь не знаю но я делаю именно так приходится мне это делать мне это приходится делать часто у меня жена посуду не мы ребеночка фиг заставишь вот когда я его не заставляю я мою сам и мне веселее особенно когда они мне за три дня навалят посуду да такое у меня стыдно конечно признаваться но бывает вот то творческие люди все понимаете кроме меня все творческие вот да я один врач поэтому я наяриваю но я вам скажу честно что мне веселее так потому что когда я навожу порядок мне легче думать о чем-то очень важном для себя и я думаю многие хозяйки это зло и поэтому как более того это удивительная штука как только я начинаю относиться к мытью посуды как к медитации никаких проблем теряешь проблемы нет проблем мыть посуду копать яму понимаете в чем дело грядки пропалывать если ты понимаешь что это нужно тебе вот для наведения порядка и в это время когда ты наводишь порядок в мире какая-то сила помогает тебе наводить порядок в твоей голове и это штука хорошо известна между прочим всем мы просто очень часто себе в ней не признаемся понимаете в чем дело это это как царю вот понимаете мало власти властвовать нужно еще танцевать перед Богом своим и как бы то же самое и здесь мало проповеди чтобы стать единым с Богом нужен еще труд по созданию мира по превращению хаоса в логос отсюда возникают крестные страдания я понимаю что они гораздо сложнее и выше но в этом есть обязательно этот компонент вот того что мы называем трудом это мне важно сегодня понимаете какая штука вот у нас и это всегда было так то есть с времен онов мы же с вами говорили о Адаме Еве яблоки познания добра и зла и о том что очень хочется чтобы все было просто очень хочется чудо я помолился как там сложилось хорошо но ведь это попытка манипулировать господом богом ты поучаствуй в его работе дорогой в труде сотворении мира и сохраняй при этом внимание поскольку если ты участвуешь в труде господа то тебе становится немного легче с ним разговаривать ты только в процессе систематических усилий можешь осознать себя ну например как художника ну невозможно поехать в какой-нибудь монастырь стукнуться головой об какую-нибудь икону и стать художником блин таким прямо гениальным а между прочим детишки у нас так и делают они вот помните мы Вика рассказывала о том что она ездила что у нее пытали прям молодые люди в какой бы монастырь в смысле дзенский там или ушу в Китае нам бы поехать прям просветление а просветление на самом деле штука очень страшная точно так же как интуиция мы все хотим обрести интуицию я как-то пытался это тоже объяснять на лекции представляете какой кошмар вообще в действительности если человек действительно обретает интуицию и знает будущее свое и других вы себе представляете что с человеком вообще происходит в этот момент это же страшная штука если не безумие то она накладывает такую ответственность которая может на себя нести наверное только вот этот предвечный свет а вот эта способность на каждодневные усилия она создает ту самую меру меру той ответственности тех мыслей которые человек на себя может принять идет по свету человек и говорит я бог а понимает ли он меру страданий которую это произнесенное обозначает это кажется что быть богом это значит вот делать то кто что хочется ты попробуй из этого того чего тебе хочется создай мир хоть какой-нибудь самый завалящий а как только это самое тебе на что-то создать выясняется что ты 6 дней работаешь как пахарь а на 7 только можешь почить 6 дней без сна и отдых может 6 тысячелетий может 6 ионов потом можно сказать вот это хорошо с этого начинается библия вера с этого с труда на самом деле что делал бог ну работал в угольном забое создавал мир как вы знаете он родился не очень чистенький крайне опасненький в общем как бы работка то была такая пыльная однако поэтому мы просто этот момент вот это вот мы слово труд потеряли вместе с социализмом и никак не хотим понять что на самом деле это способ общения с богом несмотря на то что он вызывает страдания не преодолеешь это страдание преображение не получится с